Территория спорта день за днём становится всё больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями активного образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие старты северной столицы. От знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Мир стремительно меняется, но бег никогда не устареет. Царско-сельский марафон сам по себе молодой забег. Основан в 2019-м и в нынешнем году состоялся пятый раз. Да, с 2019-го года прошло уже так много времени, живите теперь с этой информацией. Зато трасса историческая во всех смыслах. Старинная часть города, царское село, наполнена достопримечательностями, а сам город считается местом зарождения российской лёгкой атлетики. Здесь в 1888 году был создан кружок любителей бега, и проведены соревнования, с которых всё и началось. Спортивное движение, олимпийские медали, московский марафон, серия «Пушкин ран» и многое-многое другое в беговой истории России. А ещё это возможность отлично отдохнуть в воскресенье. «Пушкин» – поразительно тихое, уютное место в любое время года. Идеально, чтобы скинуть недельный стресс всего за полдня. Даже наплыв шумных вековых блогеров, снимающих каждый свой шаг, ничего не изменил. Разве что пробки на шоссе усилились из-за перекрытия части трассы. Основная трасса царско-сельского марафона, 42,2 километра, огибает почти все основные памятники города, от Орловских ворот до Ворот Египетских. Причём стартовый, он же финишный створ, вынесен на самую окраину. Так что от крайнего памятника до стенда с медалями участника надо ещё пробежаться. Сильнейшие участники преодолевают это огромное кольцо меньше, чем за 2,5 часа. Отличная трасса для личных рекордов. Так что в нынешнем году организаторам удалось добиться проведения в рамках царско-сельского забега чемпионата России по марафону. Это редкое достижение. Обычно дождливому Питеру такие турниры не дают. А то, вы знаете, как обычно, только вчера было плюс 20 градусов, а сегодня почему-то снег пошёл. Сами не понимаем, как так выходит. Ну, к счастью, в этом году участникам максимально повезло. Видимо, специально для марафонцев весь день стояла ясная, но не слишком жаркая майская погода. Марафонцы особые, железные люди, а большинству участников нужны дистанции попроще. В рамках царско-сельского марафона их несколько, в том числе идеальная для начинающих 3-х километровка. Она особо хороша тем, что на протяжении всего забега участник почти не теряет из виду финиш, а это серьёзно морально поддерживает. Ну, как пловца спасает вид берега вдали. Как раз дистанцию 3 километра пробежали сотрудники спорта день за днём, Ольга Крылова и Олег Евстифеев. Вышли на территорию спорта лично, скажем так. Для нас это был первый серьёзный забег, и прошёл он прекрасно, так что можно подумать о 5 километрах в ближайшем будущем. Ведь наш современный Петербург – это беговая столица, и крупные старты проходят каждую неделю в тёплое время года. Кстати, забег на 3 километра оказался самым маленьким из всех – 191 участник. Правда, был один конь, которого можно считать за семерых людей. Талисман хоккейного СКА, конь-огонь, умудрился отработать забег в своём тяжеленном костюме, это при 20 с лишним градусах тепла. Причём стартовал он очень резко, и только на середине дистанции подсел. Вот это настоящая спортивная подготовка. Даже странно, как этот СКА с таким талисманом умудрился проиграть кубок Гагарина, но, видимо, его редко ставили в состав. А вот самой популярной оказалась дистанция 11 километров – более 1600 бегунов. Кто осилил такой забег, тот и полумарафон сделает. Во всём нужно двигаться постепенно, и бег – не исключение. Субтитры сделал DimaTorzok